Итак, всем мир! Приобрёл я топор Fiskars X5. Как мы уже говорили о том, что на природе, конечно, без топора тяжеловато в походе. Вот такой самый маленький, самый компактный вариант топора. Мы сейчас по нему немножечко расскажем и мы его немножечко поточим. Пока мы будем замачивать камни, для того, чтобы поточить на наших водных камнях, которые вы уже все видели. Немножко пару слов про топор. Вот так он выглядит в чехле. Чехол можно носить на поясе. Можно цеплять на свободный подвес, можно повесить дома, где-то не пойми где, где вам удобнее. Сам чехол из нейлона, насколько я понимаю, сделан. Верх тоже такой нейлоновый. Заклёпка держит конструкцию. Липучка хорошо, большая, удобная. Так, по самому чехлу пара вопросов у меня возникла. Кто вот может вот открыть и увидеть то, что вот этот клей, который крепит полиуретановую вставку в эти ножны, чтобы не прорезал топор шов и всё прочее. Здесь вот видно, что такие вот отклеивания происходят. Но я думаю, что эти отклеивания, они ничего не дают, потому что здесь всё прошито. И я думаю, что клей просто нужен был для того, чтобы когда собирается конструкция вот этого чехла, она не разъезжалась. Как когда делаешь ножны, на суперклей посадил, по чуть-чуть конструкцию ножен закрепил и начинаешь уже делать отверстие и прошивать. Так и здесь, как бы этот клей здесь не нужен. Вот здесь внутри, под нейлоном, такой твёрдый материал. Не знаю, сложно сказать, что за материал. Какая-то может быть твёрдая искусственная кожа, может быть. Но он не такой, как пластик, он шероховатый. Вот здесь бирка Inspecated B, какой-то ОТК финская. Вот здесь, это финский топор из Финляндии. Здесь нет информационного листка, как у нас там в магазинах, на этих топорах или ещё где-то там в супермаркетах есть. Вот, достаточно такой, ну, скромненький, без этой наклейки вариант. Но сам топор лежит в руке. Вот вы можете видеть как. То есть он лежит удобно. А топорище расходится к низу. И, соответственно, очень удобно держать. Баланс, естественно, на сам топор, потому что топорище короткое. И оно полое. То есть видно, что оно полое. Оно полое до самой аж рукояти. То есть рукоять полая до самого топора. И поэтому, соответственно, когда вы будете рубить, у вас вся энергия будет сконцентрирована вот где-то в этом месте. Ну, соответственно, в крайней точке топора. То есть вот здесь. Здесь или тут. Ну, в общем, короче говоря, весь вес будет на рубку направлен. Здесь есть вот на рукояти информационные всякие наклеечки. Ну, то есть наклейка одна. Не бить молотком по обуху. Не делать боковых нагрузок на рукоять. Работать в защите. Ну и что-то тут ещё. Какая-то немецкая надпись. Не знаю, что это значит. Фискарс. Здесь написано Финланд. Х5. По самой рукояти вот здесь видны такие моменты от пресса. Но я думаю, что они легко подтачиваются. Ничего в этом сложного и опасного нет. Сам топор. Спуски прямые. Подводы прямые. Вот подвод, он прямой. Я думаю, что это покрытие. Тефлон. Рубить мы им не будем пока что. Я думаю, на природу. Если когда выйдем, там попробуем. Попробуем мы его сейчас заточить. Вот что мы сейчас сделаем. Возьмём наш обычный 600-й камень. И посмотрим, как он затачивается, этот топор. То есть точить мы его будем по принципу сканди. То есть положим подводом. Если он поможет поближе, дастся увидеть. Послушайте звук. Вот этот звук. Это ребро. Граница подвода. Вам нужно положить так, чтобы он чётко лежал на подводе. Провели несколько раз, смотрим. Да, мы попали в подвод. Вот мы. Сейчас снимем это покрытие. Вот оно снимается. Оно нам, в принципе, и не нужно. Оно снимется. И во время работы. Так, сам себя проверяю. Так, здесь тоже. Странно снимается. Так, у меня такое ощущение, что как будто то ли полувогнуто как-то они сняты, то ли ещё что-то. Ну вот. Сейчас попробуем взять тысячный камень, потому что этот камень 600-й, он твердомягковат. Сейчас на японце попробуем. Сейчас наша задача снять. Есть вариант заточки топора вот такими движениями, круговыми. Но обычно это делается, когда подвижный абразив, то есть вы не топор точите на камне, а камнем точите топор. Мы сейчас здесь попробуем вот этот вариант. Естественно, с правой руки нам гораздо легче это сделать. Вот. Потихоньку облезает. Покрытие. Камень забивается вот этой вот дряной, дряным вот этим покрытием, которое не нужно абсолютно, я так понимаю, потому что, когда вы будете точить нож, то есть топор, оно всё равно слезет. Я думаю, что вернём мы 600-й. Он погрубее на нём, сними, это покрытие. Не нравится мне оно на подвозах. Ну, в принципе, если учесть те точилки, которые предлагает Fiskars, если их исследовать, которые сделаны по принципу наших вот этих вот дешёвых приспособ, между двумя дисками, они предлагают точить, то, конечно, при такой заточке, когда, по сути, микроподвод образуется очень грубым образом, при такой заточке, конечно, не нужно снимать будет вот это покрытие. Но это и не заточка, это так было, всложно. Хорошо, что топор маленький, потому что, если бы он был большой, это было бы сделано тяжело. Ну, в общем, сейчас продолжаем. Смотрим. Грязи много. Камень приходится часто мыть. Грязи много. Так, здесь мы уже почти сняли. Ладно, сильно не давить. Будет иначе камень срабатываться очень быстро. он будет затуплять топор. Вот видите, этот вот, как гадость. Я так чувствую, что мне придётся новый камень покупать всё-таки. Я хотел этого избежать, всё думал, не буду я покупать. Сейчас я понимаю, что надо. Ещё сыру там взять японскую, потому что это невозможно с таким грубым камнем, как у меня, даже средним. Не очень хорошо это всё выходит. Сейчас попробуем кое-что резануть, что мы тут немножко навели. Это ещё даже не чистовая, даже не грубая заточка какая-то проба. Он уже режет. Я до заточки не показал, но он не цеплял вообще бумагу. Хороший, какой-то, 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 какой-то. День Reom hip. Он был оригинал, Зательный. Смотрите продолжение в следующей серии. Так, сейчас не будем пока что мыть сходу, перевернем. Так, продолжаем. Сильно не давим, чтобы если мы не попадем в угол, не поранили камень, не повредили его. И кромочка тоже, топора. Ну, вообще, по идее, вот так вот работая с ним, я могу сказать, что более-менее ровно он подвод сделан. Конечно, он не лежит вот так на нем по плоскости, да и не должен, потому что он выпуклый топор. Но, в принципе, сделан ровно, хоть и серийная работа, но качественная. Хотя, в Финляндии, финны любят на серийных своих клинках, делают кривые подводы, там, кривое сведение. Приходится потом на грубых камнях это сначала выравнивать, потом доводить и все такое прочее. Почему я не очень люблю финские серийные клинки, вот именно по этой причине. Немножко осталось. Опять камень. Загрязнился. Все-таки в некоторых местах не очень хочется сниматься покрытие. Ладно, я думаю, бог с ним, с этим покрытием. У нас нет сверхзадачи его снять до конца. Хотя, конечно, хотелось бы. Мне, честно говоря, не нравится это покрытие на подводах. Хотя, не знаю, может быть, оно защищает от ржавения. Наверное, как защищает. Вот. Продолжение следует... Мар Finland Кстати, у одного моего знакомого и товарища на YouTube есть тоже обзоры Fiskars, только семёрки X7. Вот ссылку я приложу на его видео, на его канал. Тоже выйдете через ссылку. Посмотрите. X7 он подлиннее, у него вот такая вот рукоять. Топор сам, я не знаю, честно, я не сравнивал, сам топор больше или нет. А топорище, да, больше. Наверное, сам топор тоже больше и весит он побольше. Я думал сначала взять его, X7, но потом понял, что мне он большеват будет с собой в дороге, в походе, в сумке, в вылазке. И тяжеловат, да и незачем, мне этого хватит, я думаю. Так, хорошо. Более-менее мы сняли тут покрытие, я думаю, что со временем оно совсем отвалится здесь на подводе. Вот что тут у нас получилось. А здесь вот немножко только и тут. Да, спуски условно плоские. Сейчас я сама посмотрю. Нет, они все-таки не плоские, они плоские так, но выгнутые. Поэтому его и приходится точить такими движениями, а не вот так. Можно, в принципе, на японском камне и так потащить его. Но нужно немножко постоянно как бы менять угол. Вот одновременно не вылезая за границы подвода, но при этом протачивая всю поверхность до кромки. Если вот под 45 градусов, вот такой вариант. Но я не думаю, что вы будете затачивать какой-нибудь свой... Вот я уже немножко вышел за границей подвода, вот здесь зацепил. Это надо выйти очень внимательно. Самый маленький топор, его еще более-менее можно здесь поточить на таком камне. А вот большой топор на камне сложнее, я так понимаю, точить. Ибо камень надо побольше. Не знаю. Почему тут продолжает оставаться. Ух ты! Оставаться вот это вот покрытие. Как бы там не очень чисто сделано. Сведение, но не суть важная. Почему я так удивился, сейчас покажу. Сейчас проверим, что мы тут нас затачивали. Палец не порезу. Стол выдержал. Не бойтесь за него. Я думаю, что надо еще слегка пройтись и на том, на трехтысячном довести. Не то, что довести, а так доработать на трехтысячном. Палец. Палец. Посидент. А что вы делаете? Ну вот, всем. окей хорошо 4000 пройдемся слегка видно как металл снимается по следам так как я потарю так как я потарю так как я потарю так как я потарю так это мы уже на кромке чуть-чуть так вот мы побывали на кромке так нет у нас здесь есть тряпочка сейчас мы эту тряпочку немножко протрем смотрим зеркали да следы есть сейчас мы попробуем на пасте поправить зеркали здесь тоже интересно почему по центру такая линия здесь получил здесь вроде как нет вроде как всю длину вроде протачивали ну ладно может быть это опять же какие-то косяки соведения и мы эти косяки потом со временем уберем ну выработать сниматься снимется все это с подводов так вытираем топорик здесь протерли наша досочка а не досточка как кто-то любит говорить очень хорошо меня прям радует я люкс грей очень легкими без нажима фактически движениями чтобы зерна пасты ну как бы не зерна чтобы паста не отваливалась зернами а так потихоньку как мелком детским на вазюкале КОНЕЦ Ой боже мой Сейчас покажу Попробуйте Вы полюбите это Вы заметили вот так по видео Что я обычно точу примерно Двумя способами Надо пару камней хороших еще докупить На водных камнях Доводка на пасте На наждачке Извиняюсь Доводка на пасте Или просто на пасте Если какие то есть Здорово Сейчас еще немножко пасты нанесем Зачирикаем эти черные штрихи Вот и Получается здесь из-за того что подводы немножко не прямые Нужно немножко приподнимать обух Вот так Такие немножко движения делать Я думаю вы сами в этом разберетесь Когда будете доводить Посмотрите какие подводы у вашего топора Прямые они Или не очень Конечно здесь приходится Когда вы ведете сам топор Менять и наклон и так И так Ну в этом всем я думаю Ты без меня поймете Вот такой вот момент Ну ладно Я думаю что Для топора Такая заточка Very nice Ну да Наверное все таки Вот эти В этих местах То ли фаска снята Более глубоко Потому что Здесь мы даже уже Немножко вышли За пределы Подвода И все равно Ну Никак не достали Эти места Где покрытие Я так думаю что Да Ничего страшного Со временем Сработается Проверяем Ну это вообще Это сказочно Это У меня такого острого топора Еще никогда не было Я таким топором Он лучше чем нож режет Вообще отлично Я думаю Больше не будем Затачивать Попробуем Срезает Видно Наверное И волос Срезает То что все Отлично Вот А на природе Надеюсь мы его Попробуем Посмотрим Как он Что Я Надеюсь Я даже Немножко Не буду Что предчувствовать Но надеюсь Что Думаю что Все хорошо Будет с ним Вот Затачивайте Свои топоры Прекрасные топоры Фискар Приобретайте Главное Чтобы они Оказались Китайскими Поделками Такие тоже Бывают Вот Спасибо за просмотр Данное видео Прекрасное Открытие Сегодня В лице Заточенного Топора Лично для меня Надеюсь Что для вас Тоже интересно Было И удачи Всем с Богом Открытие